История этого материала началась еще с открытия американского континента. Но в современном мире без него не обойдется практически никакая техника. Речь о резине. В Чувашии есть предприятие, которое играет очень заметную роль на резиновом рынке не только республики, но и страны. Сегодня там побывал Михаил Игнатьев. Жара или холод, контакт с агрессивными средами и топливом. Вот в таких условиях приходится работать с резиней. Изделия из этого материала нужны практически во всех сферах производства. Сегодня главе Чувашии продемонстрировали, на сравнительно небольших площадях можно организовать современное производство изделий из резины самого высокого качества. Силикон, фторсиликон и бутодиен гидрированный нейтрильный каучук. Из этих материалов со сложным названием получаются изделия для двигателей автомобилей, тракторов, железнодорожного транспорта и даже пищевой промышленности. Сырье компания закупает за границу, ну а готовую продукцию поставляет все республики далеко за ее пределы. Среди клиентов такие гиганты, как КАМАЗ. Похвастались на предприятие и оборудовании. Большинство процессов автоматизировано, что сводит к минимуму возможности ошибок и травмоопасных ситуаций для работников. Кстати, обзавестись такой внушительной базой предприятию помогла и господдержка. Предприятие попало под программу развития субъектов малого и среднего предпринимательства. И с 2010 года получила субсидии на сумму более 15 миллионов рублей. Сегодня я убедился в том, что оказанное государственное содействие повлияло на выпуск новой продукции, выпуск качественной продукции. Количество рабочих мест почти в два раза увеличилось. Объем отгруженной продукции увеличивается. Производительность труда увеличивается. Рабочие, которые здесь работают, на самом деле подтверждают, что у них настроение сегодня рабочее. Есть соответствующие меры материального, морального стимулирования. Вот это как раз результат или показатель понимания власти и бизнеса. Бизнеса и власти. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова